Ну что, добрый вечер, день, ночь, доброго времени суток, дорогие друзья! У нас закончился гранд-финал с LA League Star Series, чемпионом, собственно, стал у нас Робин. Да, бей в лицо, мисплей леталы, выигрывай кубок, все по классике. Я, если честно, в шоке, потому что было безумное количество шикарных матчей, напряженных матчей. Весь финальный день был настолько напряженным и сильным, а тут гранд-финал, ну, вообще в идеале он должен был быть 3-0, 4-0. Да, то есть по факту гранд-финал должен был закончиться 3-0, но это непонятный думгвард перед этим тап. Ну, в общем, это по факту ничего не изменило, потому что слишком жесткие агроколоды, идеальный заход, и поэтому Робину реально круто зашло. Что бы хотелось добавить, я категорически против системы Last Hero Standing, потому что агрошаман просто может выбить 4 оппонента 5 подряд, 4-0, 5-0, поэтому, слава богу, это конквест. Ну, как бы, насколько я понимаю, Сайферу это не помогло, поэтому он занимает у нас второе место, а вот Робин становится чемпионом. Если честно, меня этот гранд-финал шокировал. По факту ничего суперзрелищного не произошло, но этот гранд-финал вызывает настолько сильные эмоции, которые не вызывают даже какой-то самый яркий гранд-финал с потными катками. Это был вот реально фан, а вот этот бес на Винфьюри. Да, то есть там бес на Винфьюри этот в конце, ты просто ставишь оппоненту 2 единицы здоровья, Винканзу Механу, ты пошел опять забивать оппонента ногами, но на самом деле, Робин, правда, молодец. Я очень рад, что китаец выиграл, потому что это даст буст всему китайскому хардстоуну, возможно, пройдет полгода-год, и мы увидим, правда, противостояние Европы, Америки и Китая уже полноценной, то есть, когда это будет не один игрок, а когда-то их там будет 3-4 невероятного уровня. Ну, будем надеяться. Буст из шаманов, я бы, наверное, сказала так. Ну, у меня на самом деле были приблизительно такие же эмоции, но что сделано, то сделано, этот человек заслужил чемпионский титул. Единственное, я хотела бы отметить, конечно, шикарную игру от всех игроков. Единственное, были там небольшие проблемы у некоторых ребят, но в целом выглядело очень круто. Конечно, гранд-финал получился немного смазанным, но очень богатым на эмоции. Да, да, гранд-финал был очень богатый на эмоции. В принципе, весь сезон был крутейший, группы были офигенные. Те, кто этого всего не видел, ребят, обязательно посмотрите групповой этап. Те, кому интересна китайская сцена, очень специфическая колода, которых вы не встретите в Европе, в Штатах, смотрите китайский дивизион, когда были отборочные. Было неимоверно интересно, было неимоверно круто, ну и как-то даже немножко грустно, что ли, что это все закончилось. Но в скором времени будет новый сезон и, я думаю, будет еще ярче. Я надеюсь, что у нас в новом сезоне будет еще более шикарный список участников, потому что в этом сезоне отмечали, что это просто сильнейший пул участников со всего мира. Я надеюсь, что в следующем сезоне все будет еще ярче, еще интереснее и, надеюсь, там не будет фейс-шаманов. Ну, я думаю, что фейс-шаманов количество определенного увеличится после этого турнира. Ну, хотелось бы, правда, сказать спасибо всем, кто смотрели, спасибо за вашу поддержку, особенно за вашу поддержку каждого комментатора в чате. Большое вам спасибо. Так что, я даже не знаю, что еще добавить. Поздравляем Робина! Поздравляем Робина и, наверное, будем прощаться уже до следующего сезона Старладера. Так что, до встречи!